У родителей была сильная любовь, что мама рассказывала? Да, да. Очень любили друг друга, что мама, что папа. Они на съемках познакомились? Они познакомились... Снимался такой фильм, «Какое оно море». И они познакомились... Он снимался в Судаке. И в этом поезде... Вернее, они познакомились раньше, еще во ВГИКе. Они учились вместе? Да, он был старше, и он был секретарем комсомольской организации, а мама была, наоборот, она не была комсомолкой. Молодец какой. Да, и он ее вызвал на ковер и, в общем-то, собственно говоря, ее отчитывал, что она должна вступить в ряды, пополнить ряды комсомольской организации. И поэтому они расстались, собственно говоря, врагами после этого разговора. Хотя папа ее не помнил, а мама прекрасно запомнила этот разговор. И она вот, так сказать, такой антипод. И когда она узнала, что она с Шукшиной будет сниматься, ей это все крайне не понравилось. Но что делать? Мы партнеров не всегда выбираем, особенно, когда молодые актрисы начинающие. То есть тут поставили перед фактом. И они оказались в одном поезде, ехали на съемки. Вот, и в купе мама запела Калину Красную песню. И папа поплыл. Папа влюбился, а потом любилась мама, потому что, ну, внимание такого человека, я думаю, что... Любой бы польстила, да? Не то, чтобы польстила, наоборот. Вот я говорю о том, что как раз не было никакой этой лести, невозможно было польстить, наоборот, крайняя антипатия была, но просто как всякий талантливый человек, гениальный человек, одаренный от Бога, с такой энергетикой, ну, просто невозможно было удержаться, чтобы не влюбиться. Вот, и они проговорили всю ночь в коридорчике, потому что мама ехала в купе с группой, а папа в СВ, как уже состоявшийся актер. Вот, и когда они разошлись, вот мама спела песню, там, значит, они разошлись, а потом он уже поздно вечером постучал, заглянул, уже там все спали, и вызвал ее в коридор. И вот они проговорили всю ночь в этом коридоре. В общем, и любились вот друг друга.